Всем добрейшего времени суток, с вами Горен Ищи, 35 часть видеопрохождения игры Ведьмак. У нас с вами радостное событие, эта часть заканчивает главу вторую. Большая часть видео содержит в себе беготню Геральда по болотам и вставления таких вот сиферотов в обелиске для них предназначены. Все очень просто, при активации определенного столба открывается панель инвентаря и один из камней будет подсвечен, так что мы его кликаем на нем мышкой и выбираем. После того, как мы ставим все эти 10 камней, у нас откроется проход к таинственной башне, около которой будет стоять гаденыш Азар Кири Рэймонд. С ним не говорите, просто забегайте в здание. Там мы выучим как раз пятый и последний ведьмачий знак Аксий. Это знак, который или зачаровывает противников, или причиняет им определенную боль, когда они вас атакуют. Сейчас здесь мясо будет просто немерено. После того, как мы побываем, так скажем, побудем в башне, не забудьте, там есть сундук, в котором находится книга. Книгу обязательно прочитайте, плюс там еще разные полезности и вкусности. Не выходите сразу из башни, а подготовьтесь, каким образом. Ну, что я вам советую? Я вам советую для начала выпить ласточку, естественно, потом выпить, скорее всего, лес моребора. Это тот эликсир, который увеличивает запас энергии ведьмака. То есть вы можете достаточно часто пользоваться ведьмачьими знаками. Плюс меч, на серебряный меч обязательно положите или наложите серебряницу. А на стальной меч, который вот сейчас у нас, то, что у меня и у Геральда, меч из красной метеоритной стали, какую-нибудь еще стигню по поводу заточки и еще чего-то. И так, извините, отвлекся, очень быстро там нужно соображать. Дело в том, что как только мы выйдем из башни, азар явит свою настоящую личину и натравит на нас эфрита. Это огненное существо, так как он маг огня, вот, с эфритом, серебряным мечом. И по возможности, если как бы у вас будет эта возможность, применяйте знак Квен. Имеется в виду защитный знак, если он у вас похоцает, ну, для того, чтобы вы смогли восстановиться. После того, как мы победим эфрита, не путать с газом и притом, на нас нападет азар, которому на помощь придет очкарик профессор. Так, и нам придется с ними бодаться, но бодаться с ними достаточно просто. Переключаемся на стальной меч, знак, естественно, арт, сбиваем их с ног и бьем, ну, не надо, тяжелыми ударами, так как их двое, выбирайте групповой бой и все будет хорошо. Ну, как хорошо, сами увидите. У меня просто терпения не хватит до конца все это говорить, потому что здесь беготни очень много по этим болотам. Составление волшебных камней, ну, не самое забавное, не самое комментируемое всяческое процессор. А дело в том, что как только мы вступим в драку с азаром, там уже комментировать будет абсолютно нечего, потому что там пара-тройка кат-сцен. И как раз после этой драки у нас вторая глава закончится, и Геральт уже очнется в третьей главе. Встретимся с вами в 36-й части видеопрохождения. С вами был Горыныч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Азар вывел меня из боя, когда я очнулся благодаря триск груды тел были рядом. Последний раз я смог сохранить нейтральность.